Мы действительно возвращаемся в нашу теперь уже на час спортивную студию. Мы сегодня обсуждаем экономически выгодный проект под большим вопросом, да, или только имиджевый универсиадо в Казани 2013 года. У нас работает телефон 6510996, код города 495. Если вы готовы задавать свои вопросы, милости просим. У нас в студии гость, человек, который все знает про экономику в первую очередь. Это директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, Игорь Алексеевич, добрый день. Здравствуйте. Я сразу хочу сказать, что все-таки все знает про экономику, это слишком. Хорошо, давайте тогда сконцентрируемся на достаточно узком нашем турнире, который предстоит в июле для страны. Вот мы пытаемся выяснить, будет ли это действительно экономически выгодно для страны, получим ли мы прибыль или только заработаем себе плюс для имиджа. Вот ваше мнение. С точки зрения, допустим, инфраструктурной обеспеченности Казани, Татарстана, конечно, это будет выгодно. Но будет выгодно отдельно взятому региону, будет выгодно и для страны. Заработаем ли мы, вот именно как прибыль, что-то здесь? Здесь, конечно, есть большие сомнения. Потому что прибыль – это ведь что? Если у вас то, что вы получите, доход, он будет больше, чем те издержки, чем те затраты, на которые вы пошли. Один тот факт, что здесь в значительной степени инфраструктурные затраты, которые очень дорогие, а окупаются очень медленно, уже заставляет усомниться в том, что, в общем, доход-то будет. Поэтому я думаю, что, скорее всего, вот в таком прямом смысле этого слова заработали, получили какую-то прибыль, этого не будет. А то, что, в общем, мы получим действительно какой-то плюс с точки зрения строительства инфраструктуры, прибыли не будет, инфраструктура будет, тоже хорошо. Она будет работать? Я знаете, почему спрашиваю? Я буквально через год попала в Пекин после проведения Олимпиады в 2008 году или через два, я уже не помню. И, естественно, мы поехали смотреть олимпийские объекты. Вот строили гигантский водяной куб, там, где проходили соревнования по плаванию, прыжки в воду. Он бездействует, он покрыт уже хорошим слоем пыли, он стоит. Вот не окажемся ли мы в такой же ситуации? Мы затратим бешеные деньги, а потом это все благополучно порастет мхом. Такие, в общем, опасения в гораздо большей степени, конечно, должны существовать в отношении Олимпиады в Сочи, в отношении университетов в Казани. У меня лично таких опасений меньше, потому что здесь речь, когда мы говорим о затратах, все-таки идет о затратах на то же дорожное строительство. То есть это не спортивная инфраструктура, хотя и здесь очень много вложено, безусловно. Но здесь также надо учитывать, что Казань – это спортивный регион, где любят спорт. Давайте сравним ту же Казань и Сочи. При всем уважении к Сочи, но и по численности населения, и потому, если можно сравнивать, а мы будем сравнивать, насколько в спортивном отношении развитый регион, ну, сто очков вперед Татарстан даст Сочи и Казань этому региону. Поэтому, если и будет недоиспользовано, потому что такая вероятность есть, то в гораздо меньшей степени. Казань, как я уже сказал, здесь, в общем, ну, за нее более-менее, на мой взгляд, можно не волноваться. Все-таки огромные, гораздо больше деньги тратятся в других местах, которые действительно вряд ли в этом смысле, о чем вы говорили, будут хорошо потрачены. Я прочитала несколько ваших статей относительно финансовой составляющей универсиады, и вы называете в одной из них все-таки игры студенческие затратными. Да, безусловно. Вы можете мне, если знаете, рассказать, каким образом финансируется проведение подобных мероприятий в той же Европе или, например, где-то в Америке? Там тоже идут федеральные деньги. Есть ли способ каким-то образом сделать их менее затратными для государственного бюджета? Ну, конечно, государство помогает для проведения такого уровня состязаний. Именно потому, о чем мы уже говорили, что необходимо зачастую вложиться в развитие инфраструктуры. Но в чем особенность у нас? Ведь в той же Европе, ну, возьмем, допустим, некоторые города, которые претендовали и проводили и зимние Олимпийские игры, и летние Олимпийские игры, там с точки зрения инфраструктурной обеспеченности надо вложить гораздо меньше. Ну, те же дороги, не будешь же параллельно еще что-то строить? Или аэродром где-то? Там это все есть, это богатые страны. С точки зрения спортивной обеспеченности, да те города, которые претендуют и проводят Олимпиаду, они уже проводили. Или, если даже не проводили, там все уже в значительной степени построено. То есть нужно, грубо говоря, только немножко отлакировать. Отлакировать, что-то добавить. У нас и спорт развивается, новые виды спорта появляются, виды спорта участники Олимпийских игр. Что-то дополнительно надо построить. У нас же как с белого листа. И у нас вот это мероприятие, почему такие затратные они получаются, оно рассматривается и не без оснований, регионами, как способ получить денег и действительно что-то тут сделать. Вы знаете, это неправильно. Когда мы для того, чтобы развиваться, вот надо, чтобы было что-то такое. Мы можем где-то сделать конфетку здесь, в этом месте, здесь. Но мы же говорим и должны думать вообще о всей стране. Вот таким путем вы не разовьетесь, вы не станете развитой страной. Это, знаете, это надо в 83 регионах проводить Олимпиады, да, и тогда мы же все отлакируем. Посмотрите, у нас сейчас будет чемпионат мира по футболу. Сразу несколько городов получают хорошую инфраструктуру под это мероприятие. У нас в Саранске был чемпионат мира по спортивной ходьбе. Мы там немножечко дыр залатали. У нас есть Казань, в которой мы проводим. Извините, но Саранск по спортивной ходьбе для ходоков, вот это хороший вид спорта в том смысле, что для них мало денег надо. Потом дороги отличные остаются. Да, 20 километров, 50 километров. Молодцы, конечно. Все равно, это не 83 региона. Нет, конечно, это часть. Хотя мероприятий мы набрали более чем достаточно. Это мягко выражаясь. Потому что экономика в условиях неопределенности. У меня иногда складывается впечатление, вот нашли такую страну, которая ради амбиций в значительной степени, а мы и то, и то, мы такие крутые, мы все. Да, пожалуйста, давайте, давайте. Возьмите. Никто не хотел брать, нам еле досталось, да? Потому что денег нету. У вас есть? Давайте. А потом окажется, что мы во многом можем и не потянуть. Вы посмотрите. Я имею в виду затраты по инфраструктуре, упомянутый вами чемпионат мира по футболу. Там же собирались построить высокоскоростные железнодорожные магистрали во всех направлениях чуть ли не. Но уже до Свердловска-то точно. Ой, извините, я... До Екатеринбурга, да, да. До Екатеринбурга, да. А сейчас вынуждены отказываться. Не хватает денежек. Даже на такое святое дело, что называется. Ведь почему так еще регионы ратуют, борются за это? Особенно показала эта борьба за право проведения игр чемпионата мира по футболу. Потому что понимают, что для наших властей это вот... Единственный способ залезть в государственный кошелек. Да? И почему? Потому что от всего откажутся, а вот это не тронь. Вот это же... Это будет. Это вот... Это понимают. Поэтому и борются за это. Вот в таком случае, если вашими словами и вашими тезисами оперировать, Казань была выбрана гораздо более справедливо, скажем так. Там уже есть какая-то инфраструктура, в отличие от того же Сочи, правильно? То есть, когда мы подавали заявку на проведение в Казани, мы понимали, что там есть прекрасный легкоатлетический комплекс, там есть футбольный крытый манеж, да, там есть рубин, там есть прекрасная инфраструктура, созданная под команду топ уровня. Соответственно... Там есть КАМАЗ, я имею в виду... Да, там есть градообразующая. Я имею в виду команду. Да, КАМАЗ-мастер. КАМАЗ, да, конечно. То есть, с этой точки зрения все было сделано логично? Да. Гораздо более логичнее. И еще надо учитывать, даже логичнее с точки зрения того, что это во многом молодежный регион, кстати, это университет. Об этом тоже не надо забывать, вот как сочетается. Потому что когда Олимпиаду в субтропиках зимнюю, как-то вот о логике тоже приходится задумываться. А тут, ну, все сошлось. И у меня лично особых, не то что претензий, претензия не то слово. Я понимаю, такие, к сожалению, правила игры. Если ты хочешь что-то получить, ты давай вот эти заявки, ты на федеральный уровень. Ну, о чем мы чуть раньше говорили. Поэтому, ну, вот и играют по таким правилам, и играли правилами игры власти Татарстана. Ну, что ж, правильно делали. То есть вы одобряете решение провести? Или, учитывая, опять-таки, вышесказанное вами, у нас слишком много всего для того, чтобы... Я одобряю, что власти Казани вот это вот все пробивали, в конце концов добились. Я не одобряю тот, в принципе, подход, который у нас существует на федеральном уровне к проведению такого рода мероприятий. Ну, у нас это зачастую вот понты такие. Вот да, а мы что? Да мы сами. Да мы чемпионат мира по футболу. Не считаясь ни с чем, ни с экономической реальностью, ни с затратами. Как я сказал, это святое. Вот это я не одобряю. То есть вот то, как это на федеральном уровне, государственную политику к решению таких вопросов, я не одобряю. А чисто тактические решения в отношении конкретного мероприятия в Казани, ну что, правильно делали власти Татарстана? Вы упомянули Сочи, и я периодически, так или иначе, да, мы скатываемся к Олимпиаде. Я посмотрела прогноз погоды. Олимпиада начинается в феврале, да. Сейчас вот там плюс шесть. Что будет там в феврале через год, никто не знает. Ну, нам скажут, так это же в горах, это же в горах. Тут даже снега искусственного привезут. Да, да, да. Да нет, проведут, конечно. А вот что будет дальше с точки зрения использования? А там на порядок, практически на порядок, больше затрачено будет средств. Во много раз, во всяком случае. То есть, если мы о Казани говорим как о проекте, который может хотя бы уйти в ноль, да, по затратам и по прибыли, то Сочи будет однозначно провальным с точки зрения финансовой доходности для страны. Я думаю, да. Я бы делал именно такую оценку. На самом деле, тогда возникает один вопрос, кому это надо? Ради имиджа играем? Да, в значительной степени, к сожалению. Имидж не такое плохое дело, естественно, все должны быть озабочены, а то озабочены рейтингами. А мы знаем, что рейтинги, это во многом, в общем, места в рейтингах зависят от того, какой имидж. Но то, как получается это дело, ну, это не совсем правильно. Мы продолжим эту тему буквально через минуту. У нас сейчас новости. Универсиада 2013. Экономически выгодный или только имиджевый проект? Это тема нашей сегодняшней программы. Если вы хотите поучаствовать в обсуждении, то телефон студии 6510996, код города 495. Вы можете писать свои комментарии на страничке программы на сайте Финам.ФМ. И, собственно, вы можете высказать свое мнение. Я проголосовал по номеру 5533, отправив цифру, букву А, если вы считаете, что это исключительно прибыльный проект. И букву Б написав, если вы считаете, что это исключительно проведение мероприятия сыграет на имидж России. У нас в гостях Игорь Николаев, директор департамента стратегического анализа компании ФБК. Игорь Алексеевич, вот мы в первой части говорили о том, что газета «Известия» в свое время вышла с заголовком, что университет в Казани может быть на грани банкротства из-за того, что нечем платить спонсорские взносы, раздарят спонсорские взносы официальных партнеров. Вы можете прокомментировать эту ситуацию? Как, во-первых, она сложилась? Почему это произошло? И предлагают представители счетной палаты какие-то варианты решения? Обещают, что к марту это будет все известно, к началу весны. Как разрешится, каким образом ситуация? И верите ли вы в благополучный исход? Начну с последнего. Я, безусловно, верю в благополучный подход. Вы оптимист? Да, я оптимист. Именно потому, но в данном конкретном случае именно потому, что для нас это святое для всех. Какие бы там проблемы ни были, это будет решено. Другое дело, что есть, естественно, вопросы. Эта же информация была со ссылкой на счетную палату. Да, да. А откуда взялись вот эти 300 миллионов налоговой задолженности, которые вроде как сложились из-за должности по налогу на прибыль и по НДС, если всего у нас 627 миллионов рублей составляли спонсорские взносы, из них значительная часть в натуральной форме. Я не понимаю. Ну, во-первых, это некоммерческая организация. Да. Прибыль, конечно, может быть в ней, но это уже нос, потому что это создается организация не ради зарабатывания прибыли. Поэтому какой тут может быть налог на прибыль, если он большой, нам не дают раскладки, то у меня вопрос, это что за некоммерческая организация, которая зарабатывала прибыль? Научите коммерческие организации так зарабатывать. Да, у нас коммерческие не могут так зарабатывать. Второй НДС. НДС 300 миллионов с общей суммой спонсорских взносов 627. Это по каким ставкам? Ну, в общем, цифры названы были счетной палатой. Но, извините, но если может быть тут задолженность, ну, 100 с небольшим миллионов рублей. Ну, откуда эти-то огромные деньги? Это первое. Вопрос по цифрам. У меня лично большие сомнения, что именно такая задолженность. Второе. Ведь официальные и налоговые органы, и Минфин, собственно говоря, и, насколько я знаю, и оргкомитет универсиады, и вот эта вот дирекция, говорят, что ничего подобного нету проблем, что все это, в общем, информация, несоответствующая действительности. А откуда есть пошло это все? Откуда ноги растут? Ну, все ноги пока видятся из счетной палаты. Ну, что ж, дождемся, может быть, каких-то более официальных документов. Я думаю, что не бывает, конечно, дыма без огня, а проблема там есть какая-то. Те ли цифры задолженности? Я, честно говоря, не знаю. Но представим, что действительно вот такая большая задолженность возникает. Но тогда возникает вопрос, а почему не решили действительно, как решали этот вопрос по Олимпиаде в Сочи? По Сочи, конечно. Почему заблаговременно не приняли? Они не знали, что будет так. Что будет универсиада в Казани. Да, что нечаянно. А она оказалась. Нет, я это могу объяснять тем, что они точно так же. Вы сказали, я оптимист. Они тоже оптимисты. Они понимают, что какая бы проблема ни возникла, да все будет решено. Да какая задолженность. На авось. Ну, 100, ну, 300 миллионов рублей. И это действительно так. Но это неправильный подход. А как нужно было? Как можно было? Действительно. Вообще, подобные вещи, спонсорские взносы, конечно, должны освобождаться. Ну, и по логике, и действительно, и по опыту других стран от налогообложения. Если этот вопрос, а он действительно у нас может решаться только принятием специального федерального закона, значит, надо было принимать специальный федеральный закон. За благое время, но несколько лет назад. Да, учитывая, что у нас их много мероприятий. Мы же с вами только что проговорили, что у нас и мир, и Олимпиады, и универсиады. Примите один единый закон для всех. Поэтому, в принципе, действуйте. Можно было бы и один для всех вот этих на ближайшие годы. Но это должен быть именно федеральный закон. Поэтому могут ли сейчас решить подобным образом? Ну, у нас, возможно, все. И по налогам тоже. Вы не только оптимист, вы еще и юморист. Я еще и реалист. Не только оптимист, я еще и реалист. Поэтому я не верю, что... Ну, это звучит, конечно, круто. Банкротство универсиады в Казани. Не допустят. А мы спрашиваем, имиджев ли это мероприятие. Вот это большое для имиджа. Поэтому решат этот вопрос. Или действительно, есть действительно вариант, как некоторые уже высказывали, что это перевести в госдолг. Или бюджет Татарстана поможет. А у нас ведь как? Они помогут, исходя из договоренности, что потом компенсируют федеральный бюджет. И они обязательно таким целевым назначением, хотя это вопрос о соблюдении норм законодательства, но мы его здесь туда перечислим, а вы тогда вот по другим... Вот на это дайте деньги. Да, и совсем не обязательно. Они согласятся. Поэтому реальность-то такова. Да, я оптимист и реалист. Это будет разрулено в конце концов. У нас есть сообщение с сайта от Снеслава. Спонсорские 30% как раз и будут работать более-менее. А госденьги пойдут на имиджевые решения. И после универсиады инфраструктура, построенная на эти деньги, работать не будет. Ну, я бы совсем так категорично не говорил. Я уже высказывал свою точку зрения, что вот для Казани как раз здесь большая часть инфраструктуры, большая часть, все-таки будет работать, в отличие от других регионов. Спонсорские деньги. Вот здесь я согласен. Да, потому что вот из федерального бюджета вот эти вот затраты, которые сейчас называются у нас там под 40 миллиардов рублей, бюджетные деньги. Ну, это действительно в полной степени они так уж и работать будут, этот вопрос. А здесь значительно меньший объем. Ну, просто спонсоры, люди такие, они же не просто так отдают. Они хотят, чтобы это как-то... Конечно, сработало. Да, сработало. А насколько спонсоры готовы вкладываться в такие мероприятия? Все-таки, да, это прелюдия олимпийских игр, да, это репетиция, но тем не менее это все-таки студенческая олимпиада, да, будем так ее называть. Это немножко другая аудитория, это в том числе и другая телевизионная аудитория. И насколько какие-то большие корпорации или большие госкомпании готовы в это дело вкладываться? Или, ну, в общем, можно, но лучше мы в какие-то другие направления отправим средства? Насколько? На 627 миллионов рублей. Ну, а если серьезно, вот вопрос не такой простой. В том смысле, что мы так по наивности полагаем, что спонсорские деньги, это деньги, которые вот эти богатые компании решили, а почему бы нам действительно не спонсировать? Вот чисто добровольные пожертвования такие. У нас, к сожалению, организуются спонсорские пожертвования. Добровольно-принудительные. Да. Так, не хотите ли вы стать спонсором? А желательно на такой объем средств? Во всяком случае, что касается Олимпиады в Сочи, то это совершенно точно. Здесь присутствует и то, и другое. Ну, действительно, в общем, здесь так. Ну, во всяком случае, попросят рассмотреть вопрос о спонсорстве. Насколько это вот здесь вот, в данном случае, спонсорам, это действительно необходимо? Или это им действительно... Или тут возникает вопрос. Им необходимо, потому что они понимают, что это дополнительная реклама. Для них это имидж. Или им это необходимо, это цена за сохранение хороших отношений с органами власти, потому что нас попросили, мы откликнулись. Настоятельно попросили. Значит, нам зачтется потом. И они это тоже пытаются просчитать. Вот в России, видите, все так немножко деформированные отношения между властями и спонсорами. Хотя за границей, конечно, это тоже присутствует, но не в такой степени, как у нас. А большие компании, типа, например, Макдональдса, типа Кока-Колы, ведь была целая война брендов для, по-моему, Лондонской Олимпиады, когда платились сумасшедшие суммы, до 100 миллионов, по-моему, долларов доходили за право быть спонсором Олимпиады. Насколько готовы крупные компании, не российских, которые можно заставить, а именно большие-большие? Ну, большие-большие, на самые большие мероприятия, они, конечно, готовы. Что касается универсиады, вот это такое спортивное мероприятие, несмотря на то, что оно много лет еще проводится, им еще предстоит стать универсиадом такого уровня мероприятием, когда будут туда тоже, ну, если не рваться, то с большим желанием идти спонсоры. Пока это, конечно, далеко не Олимпиада, не чемпионаты мира, там, по футболу, по другим видам спорта. Но меньше значительно показывают что-то. Поэтому интерес вот этих самых-самых крупных компаний со спонсорскими контрактами в 100 миллионов долларов, это, конечно, пока фантастика для универсиадов. У нас есть на телефонной линии сейчас гендиректор исполнительной дирекции универсиады в Казани Владимир Галеонов. Владимир Александрович, добрый день. Добрый день. Вот теперь у нас есть возможность, у нас в студии, я хочу, кстати, представить нашего гостя и полноправного соучастника программы Игорь Николаев. Это директор департамента стратегического анализа компании ФБК. У нас теперь вместе с вами есть большая приятная возможность узнать, что же там происходит сейчас в Казани, насколько город готов, насколько осталось, может быть, что-то доделать, долакировать, или еще есть большие недоделки, и еще предстоит большой объем работы. Что там? Мы не видим, можем только вас услышать. Ну, на самом деле, Казань полноценно готовится к играм, самым крупным за всю историю проведения студенческих игр. 27 видов спорта, более 50 спортивных сооружений, которых мы будем задействовать в рамках проведения. Это, конечно, большой инфраструктурный проект. Город Фильм меняется за эти годы. Буквально скоро, там, в мае, будет пять лет, как мы выиграли право проведения игр. На уровне Орбкомитета, который тоже был создан по итогам выигрыша заявки, мы проводим огромную работу, как в регионе, так и, соответственно, в городе. Сегодня мы уже можем говорить о том, что за эти 4-5 лет мы прошли очень большой путь. И если говорить о каком-то урбанистическом развитии территории, то, наверное, эти 5 лет можно сравнить с 15-20 годами обычного развития в нормальном режиме. Владимир Александрович, подготовки к какому-то событию. Я поняла. А скажите нам, пожалуйста, вот первоначальная смета, которая выдавалась на проведение универсиады, насколько она возросла по сравнению с конечной цифрой? Или еще до финала мы не дошли? Да, смета, конечно. Ну, можно говорить о неком бюджетировании, то есть и проектных решениях. Естественно, в начале пути был какой-то проект на уровне заявки. То есть были некие планы, естественно, по истечении времени они корректировались. Сегодня можно говорить, что в целом на спортивные объекты, на инфраструктуру, то есть инфраструктуру, я имею в виду, это уличная дорожная сеть, это аэропорт. В неспортивную, скажем так, да? Да, неспортивную составляющую, то есть это где-то 50 на 50, то есть мы говорим сегодня о 100-120 миллиардах рублей, то есть вот таких инвестиций в рамках подготовки к играм. А до этого сумма какая озвучивалась, первоначальная цифра? Вы знаете, никаких цифр не озвучивалось, то есть это была заявка, там больше было связано с операционными расходами, то есть непосредственно само проведение. Вот, тем более тут же вы, наверное, понимаете, что в зависимости от того, какое количество видов спорта в программе и, соответственно, какая ситуация на момент заявки, то есть это необходимо там построить тот или иной объект для того или иного вида спорта. Тем более, все-таки мы говорим не просто о студенческих играх, а о международных студенческих играх, об универсиаде, и здесь подключены все международные федерации по видам спорта. Мы все объекты строили и, соответственно, доводили до ума по международным стандартам, то есть это сегодня объекты, на которых можно проводить любые соревнования, начиная там просто каким-то школьным турниром и заканчивая чемпионами. Сегодня мы обсуждаем универсиаду в Казани, насколько это будет финансово выгодный для России проект, или только мы сработаем на имидж. У нас на связи, вот, к сожалению, не успели мы достойно попрощаться с гендиректором исполнительной дирекции универсиады Владимиром Александровичем Леоновым, но есть в студии человек, который может заочно, может быть, подискутировать, да, это Игорь Николаев, директор департамента стратегического анализа компании ФБК. Игорь Алексеевич, вот те цифры, которые нам озвучили непосредственные организаторы универсиады, насколько они сопоставимы? Ну, может быть, не будем заочно никого обижать с реальными цифрами? Нет, у меня нет сомнений, в данном случае я не то, чтобы подискутировать, но человек, ответственный за это дело, называет эту цифру. Я ее впервые услышал, 100-150 миллиардов рублей. Для меня, как бы, не то, что точка отсчета, а вот последняя информация, которая дает представление о затратности этого мероприятия, это цифры, которые называет Министерство строительства Татарстана, что из федерального бюджета было потрачено, или вообще объем средств из федерального бюджета должен составить 38,8 миллиарда рублей, почти 39 миллиардов рублей. А вторая цифра, которая, конечно, тоже на уме есть, это 24,3, ну, немногим более 24 миллиардов рублей, это оценка, во что первоначально оценивались эти затраты. Это, кстати, отвечает несколько на ваш вопрос, что было и что стало. Вот здесь, к сожалению, одна и та же картина, которую мы видим по всем мероприятиям подобного рода, что конечные затраты значительным образом возрастают. Защитчиваем? В данном случае в полтора раза. Не, ну тут же есть объективные причины, да, когда действительно на начальном этапе достаточно трудно оценить все затраты за пять лет, которые надо, в общем, понести. Второе, всегда же действует то, о чем я говорил. Все же понимают, менталитет у чиновников, у тех, кто этим занимается, так устроен. Все понимают, что, как я сказал, это дело святое. Значит, надо поступать по принципу «проси больше». Ну, действительно, дадут меньше, чем хотел. Дадут меньше, но этого меньше, все равно будет более, чем достаточно. Но у нас на это могут не дать, на это могут не дать. Давайте, надо просить. Плюс хронические проблемы такие фундаментальные нашей экономики, непрозрачность затрат естественных монополий, непрозрачность затрат в строительстве, непрозрачность проведения этих тендеров. Я сейчас говорю вообще, в данном случае Казани. То, что предопределяет вот ту общую тенденцию, когда затраты первоначальные всегда значительно меньше, чем конечные. Но, кстати, от этого страдаем, именно потому, что эти факторы действуют и в других странах, не только мы. Мы знаем, что конечные затраты на проведение олимпиад, других спортивных мероприятий, они, как правило, или зачастую, действительно превышают первоначальные оценки. Но ведь потом очень многие организаторы олимпийских игр говорят, что, извините, но олимпиада была убыточна. Ни прибыли, заложенные от билетов, ни от создания этой инфраструктуры с последующим ее использованным, они не оправдывают надежды. В итоге это действительно даже олимпийские игры срабатывают исключительно на имидж той или иной страны. Ну, не исключительно. Почему? Вот игры в Атланте, которые любят летние олимпийские, приводить в пример. Но там что-то удавалось зарабатывать. Но, в принципе, на мой взгляд, неправильно подходить к играм, как чисто коммерческому мероприятию. Много не заработаете, действительно. Поэтому, если кто-то и выходил где-то в плюс, даже в Пекине, хотя там были, ну, огромнейшие затраты, десятки миллиардов долларов. Кстати, Сочинская Олимпиада у нас фактически примерно такая же получается, как летняя Олимпиада в Пекине, где там все было построено. То есть мы тут фору дадим, конечно, всем. Поэтому неправильно подходить, что именно на этом можно зарабатывать. А вот правильнее было бы подходить, что это должно потом работать, эффективно работать. И совсем никуда не годится, когда окажется, что, в общем, не так. Кстати, мне вот универсиаду в Казани несколько жалко. В том смысле, что, как я уже сказал, она несколько выбивается из, на мой взгляд, из череды вот этих всех спортивных мероприятий. В чем же? В том, что там, ну, более-менее логично, правильно и хорошо, что проводится. Правильный город выбрали. Ну, правильное решение, да. А здесь у нас АТС, да, во Владивостоке. Ну, и не будем еще лишний раз все эти мероприятия перечислять. По ним как раз вопрос, насколько это было правильное решение. То есть, это правильное решение или, скорее, правильное решение по Казани оказалось в ряду вот тех решений, которые, скорее, неправильные или, как минимум, спорные. И оно тоже так несколько замарано будет. Ну, дай Бог, чтобы универсиада прошла, тем не менее, хорошо в Казани. А вы можете предположить, что когда-то Олимпийские комитеты, может быть, под эгидой Международного Олимпийского комитета, пойдут по пути уменьшения затрат? Ведь, посмотрите, публикуются с удовольствием цифры, сколько пойдет средств на проведение церемонии открытия, сколько пойдет средств на церемонию закрытия. Может быть, сосредоточиться не на театрализованном и вот этом артистическом аспекте Олимпиады, который забирает глобальные средства, а как-то вот по пути именно спортивного направления. И таким образом, если получится выйти в какую-то прибыльную часть или хотя бы на ноль выйти по части затратов и доходов. Я надеюсь, я надеюсь, что все-таки действительно обратят на это внимание. У нас в целом, к сожалению, некоторые спортивные мероприятия превращаются, но они, по существу, может быть, и должны быть такими, больше, чем спортивными мероприятиями. Но когда видишь действительно вот ту активность, это я мягко выражаюсь, тот экстаз какой-то, что готовы идти, а мы видим, вот сейчас сведения появились, по которым чемпионат мира по футболу 22-го года обвиняют в том, что подкупили. То есть такое впечатление, готовы идти на все, на подкуп, на баснословные вообще затраты, не считаясь ни с чем. А нужны такого рода спортивные мероприятия. Они уже перемешались с глобальной какой-то политикой, и спорт оказывается замаранным. Это спортивное, прежде всего, мероприятие. Не надо смешивать так уж спорт и политику. Кстати, это применительно и к экономике. Вот когда политика и экономика, тесно. Это понятно, это логично. Это политика такое дело. Нет, это не логично. Для экономики это тоже оказывается плохо. Вот всегда. Сейчас я говорю как экономист. Политика, наверное, такое дело. Вот она должна быть отдельная. Не надо, не чтобы и спорт был близок к политике, экономика. Так и здесь. А здесь у нас становится все теснее, и теснее, и теснее. И спорт от этого, на мой взгляд, не выигрывает. Но, к сожалению, сейчас такая тенденция, что спорт без большой политики невозможен. И сейчас вот, к моему удивлению, пошли какие-то гигантские скандалы в соцсетях, когда вдруг поставили под сомнение победу наших дзюдоистов, когда прилетел в Лондон Владимир Владимирович, самый большой поклонник дзюдо, и якобы соперники шли на уступки и сделали все для того, чтобы выиграли российские спортсмены. Мне кажется, что на имидж спорта, прежде всего, это влияет самым отрицательным образом. Спорт, есть спорт, деньги, есть деньги. А мы знаем, да, есть факты, когда, так как политикам очень хочется, чтобы, к примеру, кто-то еще остался, ну, еще на одной Олимпиаде, ну, выступи, ну, золото нужно. И вот спортсмен, который... Я прекрасно понимаю таких спортсменов. Он выиграл одну Олимпиаду. Он уже морально не готов. Я это понимаю, потому что я сам достаточно профессионально занимался спортом, лыжными гонками в свое время. И достаточно много лет. Ну, пока вот, так сказать, экономический факультет МГУ не закончил, тут пришлось уже выбирать. И как эта усталость накапливается. И ты уже, ну, просто ты не готов. А вот политикам хочется, это же престиж, тебя прессингуют, люди выходят и фактически ломаются. Это тоже к тому, что, ну, не надо смешивать, слушайте, политики, ну, отстаньте вы от спорта. Там должен быть спорт, спортивный дух. Вы губите этот спортивный дух, потому что вам вот ради этих понтов очень хочется, чтобы мероприятия были, чтобы вот обязательно, не считаясь ни с чем, выигрывали и выигрывали. Нам всем хочется, чтобы выигрывали. К победам мы все привыкли. А если рассмотрим такую ситуацию, например, универсиада в Казани состоялась, но вдруг оказался кто-то недоволен. Наверняка же найдутся люди, которые скажут, ой, да вы столько денег потратили, а все было не так интересно. Вот в Китае там было намного лучше, и церемония была лучше, и общежития были для спортсменов лучше. Может ли это, мы говорим о том, что на имидже это сработает, на позитивной его части, а может ли быть наоборот? Может. Именно потому, что... То есть мы от этого тоже не застрахованы? Никто от этого не застрахован. Но это будет ясно только после того, как пройдет это мероприятие, более того, через несколько лет после того, как пройдет. Потому что действительно станет ясным, вот эта вся спортивная инфраструктура, вот эти десятки спортивных объектов, о которых мы и сегодня слышали и знаем, они действительно используются, или это просто вот на один день, на несколько дней их построили и все. То есть истинная цена, целесообразность, эффективность универсиады в Казани тоже, в общем, прояснится, с ней станет ясно только по прошествии нескольких лет. Я думаю, вот годика три я бы дал для того, чтобы вернуться к этому разговору и подвести итоги. Игорь Алексеевич, а по поводу, вот все-таки вы оптимистично смотрите на все вещи, как мы сегодня выяснили, по поводу все-таки прогнозов по имиджу, как вы считаете, насколько, ну прогнозируйте, насколько это будет для страны важно. У нас будет полгода, чтобы к Сочи подготовиться, у нас потом мир по футболу. Будет ли это плюсом для нас? Ну, это будет скорее плюсом, но, как я уже сказал, на фоне других мероприятий, где это может быть скорее с минусом. А вы все говорите, что я оптимист и только оптимист. Я боюсь и я буду сожалеть искренне, что для Казани этот плюсик тоже, он в общем станет не очень таким очевидным. Но пока я оцениваю, что скорее плюс. Сами-то поедете или будете наблюдать по телевизору? Не знаю, не знаю, пока не знаю. Наверное, в Сочи, как бывший спортсмен-лыжник, посмотреть на сколько и на что были потрачены эти сумасшедшие деньги. Я думаю, что к обсуждению Олимпиады и перспектив финансовых мы еще вернемся. Я надеюсь, что вы будете одним из наших экспертов, потому что там, мне кажется, да, там совершенно другие деньги и там совершенно другие проблемы. Я напоминаю, что сегодня мы обсуждали универсиаду в Казани, насколько это будет экономически выгодно для страны или это будет только плюс для нашего имиджа на мировой арене. У нас в гостях был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, неисправимый оптимист, несмотря ни на что. Я надеюсь, что прежде всего универсиада запомнится нам хорошими результатами спортивными, потому что к победам мы привыкли, к победам мы любим. И я желаю нашим спортсменам только побед. Это была программа «На своем поле». До встречи через неделю. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...